Ворожу, ворожу о твоем старении, все расскажу, как ты можешь стареть, предскажу, вижу тебя насквозь, знаю про тебя, все. Привет от Татьяны, 48 лет, сегодня мы с вами поговорим про типы старения. Хотя я терпеть не могу этот термин. Что значит старение? Возрастных изменений мы же не можем быть все время в одиноком внешности. А знаете, как в 15 лет одна, в 15 лет я была 47 килограмм, а сейчас я толстая, мне 48 лет, и я уже вешу целых 60 килограмм. Мне так иногда пишут, а я хочу как раньше, 47, когда тебе было 47. Килограмм в 15 лет? Это нормально, что человек меняется. Вот этот культ молодости, честно говоря, достал. Уважать себя надо такой, какая ты есть в своем прекрасном возрасте. Девчонки, ягодки мои, у нас же сейчас с вами самый расцвет. И мы сейчас поговорим о том, как мы меняемся с возрастом, и как лучше поддержать свою красоту, чтобы не стареть, не дряхлеть преждевременно. У нас в клетке запрограммировано быть энергичным и молодой очень долго. Вообще, я смотрела такие исследования, что до 120 лет точно она должна быть такой прям ядреной. Но, сама исследование не проводила, но точно знаю, что, если все делать верно, мы можем очень долго наслаждаться своим телом, своей внешностью. Конечно же, о типах старения кто только ленивый только не сказал. Сегодня мы поговорим про классическую. Я не буду придумывать свою классификацию, что мне очень бы хотелось, как массажисту, так как опыт я наработала. Сегодня мы поговорим про классику. Это пастозный тип старения или гравитационный, мелкоморщинистый, мускулистый и усталый тип. Все, больше мы не будем выделять типов, хотя там много подтипов. Поговорим про классику, что любая классификация, это всего лишь классификация. Все люди индивидуальны, и наши классификации только лишь для того существуют, чтобы как-то упростить наше понимание. Но на самом деле, как, скажем, природа идет вперед, а мы уже как-то ее пытаемся классифицировать. Пастозный тип старения. Итак, честно говоря, его больше всего не люблю. Вот прям ненавижу, вот это вот дутловатое лицо, прям вот как будто бы там внизу вода. Морщей практически нет, очень часто, но при этом все стекает. Почему их нет? Потому что лицо вроде дуто от отека, но такое вот водянистое, аж бултыхается. И надо вам сказать, что я сама к этому типу отношусь, так как этот тип называют вообще славянским. И у меня родители тоже с пастозным типом старения, но я не хочу. А в другую сторону пытаюсь свести. А значит так, зачастую укороченная шея, все зажато, все пережато, кровоток, лимфоток нарушен. Второй подбородок висит, индюшачья шея, перерастянутая кожа, брыли висят, все. И такие мне люди очень часто говорят, я так мало-то выгляжу, у меня морщин вообще нет. А свой овал лица? Многие, честно говоря, даже не замечают, что овал лица-то поплыл. С этим-то тоже надо работать. Спортивное лицо, структурированное, подтянутое нам надо. Что делают девушки с пастозным типом лица? Во-первых, работают с лимфотоком и кровотоком. Надо обязательно, ну, во-первых, надо выяснить, почему застаивается межклеточная жидкость. Проверяем почки, сердце, что где как зажато. Мы, как, скажем так, я тренер и массажист, работаем с чем? С диафрагмами, прежде всего. Потому что лимфодренажный мотор, он у нас в икрах вибрации, да? Делаем лимфодренажные с вами прыжки. И убираем напряжение у грудо-брюшной, тазовая диафрагма. Обязательно. Работаем обязательно с шеей, для того, чтобы шею пытаемся удлинить. Почему шея укорачивается? Укорачивается, во-первых, стрессы жизненные. Да, мышцы здесь перенапрягаются, и все прям такие дебёвые становятся. Какой будет лимфоток, кровоток? Да никакого, никакого не будет. Поэтому делать надо обычные упражнения, на самом деле, на удлинение шейки. И хорошая новость, знаете, какая? Шею удлинить можно. Просто делайте грамотную гимнастику, и вы её удлините. Кровоток, лимфоток установится. Лимфодренажные прокачки, лимфоузлов, подмышечные лимфоузлы, надключичные введём к подмышечным лимфоузлам. Таким образом, раз, прокачали, прокачали. Шейку прокачиваем, здесь прокачиваем, да, вниз волной, вниз. Лимфочку отводим прям каждый день. Каждый день, потому что ничто так не растягивает кожу, как вот эта вот внутренняя вода. И из-за этого дудловатый вид. И очень важно, что кожа постепенно всё равно истончается. Истончается, и появляются вот эти вот морщинки. И ещё, девчонки, когда вы идёте к косметологу, филеры, филеры девушкам с пастозным типом старения, противопоказано. Смотрите, филеры, когда лицо и так пастозное, и так оно вниз стекает. А ещё и филер, если поставить, оно ещё больше будет стекать таким. Ну, вы идёте к косметологу, вы обязательно проговорите с ним вот эти моменты. Я вам сейчас советовать дальше не буду. Я, конечно же, скажем так, я хорошо отношусь к любым вмешательствам, если это делает профессионал и не втюхивает вам лишь бы что непотребное. А так, конечно, вы можете заниматься своей внешностью и делать что угодно. Главное, с хорошими профессионалами. Так, поехали дальше. Девочки с пастозным типом старения обязательно делайте что? Работайте с сапоневрозом черепа, лимфодренажной прокачки делайте. В принципе, вам всего-то побольше можно делать. Обязательно восстановить мышечные структуры. Обязательно, потому что у девушек с пастозным типом старения мышцы обычно очень-очень тонкие. Вот когда мы начинаем делать скульптурный массаж, начинайте со скульптурного массажа. Или можно интраоральный, внутри проработать. Но эти у них зачастую, вот смотрите, я вот беру, у меня здесь мышцы. Вот она толстенькая, не жир, а именно, вот я ее беру, у меня твердая-твердая мышца, которая наполнена кровью, которая упругая, которая может спокойно растягиваться и сокращаться. У девушек с пастозным типом старения ко мне приходят на массаж, я у них беру, а у них мышцы нет. Вот одна вот эта вот рыхлая вода, понимаете? Поэтому, а когда вы делаете хороший глубинный скульптурный массаж, мышца возрождается, вода отходит. Единственное, что девочкам с пастозным типом старения, что я вам дам какую-то рекомендацию, не наяривайте все и сразу. Знаете почему? Потому что бывает, что у них вода очень резко отхлынет, а кожа же перерастянута и не успеет подстроиться, и остается такая вот эта пустая кожа. Ничего резко мы не делаем в более старшем возрасте, поэтому все равно начинайте постепенно. То есть скульптурный массаж два раза в неделю. Смотрите, кожа хорошо реагирует, добавляйте вакуумными баночками массаж, тоже очень хорошо воду отводят. И обязательно делайте гимнастику для лица, чтобы мышцы наполнялись. Конечно же, почему еще тоже, почему вот этот типаж называют пастозным типом? Да на попе сидим. На попе сидим, все диафрагмы зажались, депрессивно на мир глядим, шею в плечи зажали и едим. Углеводы, мылки едим, инсулинорезистентность развивается, и вот вода, она застоялась. А старость-то, даже не старость, да, не старость, возраст более такой старший, он же может быть каким? Пассивным. Вот я старушка, сижу, семечки грызу, все, жизнь и тлен прошла. А можно быть активной, начинать в более старшем возрасте, после пенсии путешествовать. Ну почему у нас вот так вот, да, некоторые начинают, когда вот уже возраст, прозябать, ну уровень жизни, да. Девчонки наши такие вот реалии, что уровень жизни такой, что не всегда человек может себе что-то позволить. Но, все же главное зерно в человеке. Вот у нас в Москве, там тоже у нас вот Филевский парк. Сколько там клубы пенсионеров, где они в волейбол играют, активный образ жизни ведут, ходят. Да, главное что, молодость, она же идет изнутри. Я бы за все, не только в деньгах, не только в том, что ты не можешь себе позволить поехать там в тропики, после семидесяти лет ходить, наяривать. Да и не надо это. Вот, вот я сейчас живу в Анапе. Да ходи, гуляй возле моря. У нас, кстати, многие, кто постарше, есть, моржуют. Моржуют, условно назвать. Но все равно вода холодная, февраль. Несмотря на то, что у нас там плюс 10, плюс 2, все равно холодная. А люди есть, да, идут и моржуют. Моржуют, правильно я сказала? Так что вот, все зерно в нас. Но у нас вот есть вот это вот в менталитете какая-то депрессивность. Вот, сколько раз мне пишут постоянно в комментариях. Пишут, значит, ты чего, тебе 49 лет, ой, 48 лет, куда я гоню? 48 лет, ты уже должна о пенсии думать, а ты тут все лицо мнешь, в могилу с собой лицо не намнешься, и что это у других уже внуки, а у тебя все еще дети какая-то, ты неправильная. И вот начинают мне вот это прочитать. Девчонки, ну меняйте менталитет, меняйте менталитет. Вот начинают, через голову не прыгнешь. Я говорю, сальто можно сделать, сальто. Да не надо мне, я и хочу в свои 48 лет выглядеть на свои 48 лет, а не преждевременно стареть, как вы меня улыбить пытаетесь. Вот, все. В общем, девочки, что я хочу сказать? Энергично на себя смотрим, любим себя. Да, не так, что я себя люблю, поэтому булки сижу, ем, и телевизор лежу, смотрю, не встаю. Нет, это уже разгидяйство, это вы себя расхолаживаете. А давайте себя полюбим в другом ракурсе. Спорт здоровой привычки. И вот тогда уйдет вся вот эта вот постозность, все это недовольство, и все вот это вот колыхание. Не может быть здорового подтянутого лица на таком вот колыхающемся теле. То есть, если вот здесь все колыхается, вода стоит, значит и там стоит. А жир, он что, жир, он воду притягивает. Поэтому, конечно же, мы должны привести вес в норму, чтобы не было переизбытка этого самого жира, не было застоев, убрать по этому зажиму в диафрагмах, нормализовать биомеханику движения всего тела, то есть выстроить осанку. Шейку обязательно удлиняем и смотрим на мир позитивно. Наталья, девчонки, рассказала про позитивный, рассказала про постозный тип старения. Время уже мое истекло, потому что вы не будете смотреть длиннючий ролик. Если тема интересна, пишите мне в комментариях, продолжим про другие типы потом. То есть у нас будет, получается, серия про каждый типаж. Все, а я прикрепляю в комментариях, вы можете скачать, у меня есть инструкция, по тому, как определить свой тип старения. Тип называется грозно. Ну, такой вот термин принят. Тип старения. Тип расцвета. Расцвета нашей женской красоты. Все, мои ягодки-красотки. На гайд ссылка в прикрепленном комментарии, на инструкцию вернее. Скачивайте, определяйте свой тип и просите поподробнее о нем рассказать. И тогда я сниму следующие ролики. Все. Всем красоты!